Вопрос в том, что мы считаем, что на retail.ru недостаточно производителей занимает своего места. Конечно, в первую очередь, retail.ru пишет о ритейле, и это наша основная задача – снабжать вас информацией, которая позволяет вам строить свои стратегии и держать новостной информационный фонд таким образом, чтобы о ритейле вы знали максимально много. Но на этом фоне однозначно себя можно показать, проявить и привлечь к себе внимание. Стартовая презентация у меня про один из наших проектов, который мы делали в прошлом году. И, наверное, это тот проект, которым однозначно мы уже гордимся как команда. Ну а я как руководитель и непосредственно исполнитель этого проекта горжусь вдвойне, потому что для меня это был такой вызов, к которому я довольно долго готовилась. И результатом этого сейчас является довольно большое количество материалов. Понятно, что в те 10 минут, которые у меня сейчас остались для того, чтобы вам рассказать и поделиться какими-то своими наблюдениями, сложно уложить все, что мы делали. Еще раз напоминаю, в вашей раздатке уже лежит сборник, в который вошло несколько материалов по следам экспедиции ритейл. Но, соответственно, это возможность в печатном виде его посмотреть, а на сайте все материалы и видео в том числе вы можете увидеть. Так, коллеги. Да, ну пока 5 секунд идут. На самом деле мы проехали на машине от Москвы до Читы. Я отдельно отмечу, что я теперь знаю, что такое дороги до Читы как минимум. И точно ехать можно. По крайней мере, наш внедорожник, он выдержал вполне себе, без каких-либо необходимостей заезжать в сервис, чему и могу только порадоваться, учитывая, что с 2002 года я за рулем езжу очень много по России. И, конечно, рада понимать, что дороги сильно улучшились у нас. И вот, да, до Читы мы проехали 15 тысяч километров туда-обратно за 33 дня. И 20 дней в ноябре месяце я покаталась, уже полетала на самолетике между Петропавловском, Камчатском, Южно-Скалинском, Хабаровском и Владивосток. Вот такое количество детей мы посетили. Но, на самом деле, основные сети, которые здесь вынесены, это те, по которым мы хоть какой-то информационный след выдали на сайте. Понятно, что не по всем сетям у нас получилось какие-то масштабные сделать съемки или еще что-то, учитывая, что это было достаточно быстро и в некоторых случаях так активно мы приезжали и, как говорится, с наскока какие-то проекты делали. Но, в любом случае, мы смогли увидеть часть сетей, а с некоторыми вообще с нуля познакомиться, как, например, было в Улан-Удэ, где я вообще не знала региональный ритейл. И я хочу поделиться некими ключевыми выводами, которые можно было бы сказать. В первую очередь сказать о том, что в России современный ритейл. Нам есть чем гордиться всем и ритейлерам, и производителям, потому что только в совокупии можно понимать, что такие проекты состоялись, потому что ритейл без производителей невозможен. Ну и производители без ритейла тоже надо понимать, что не могут получить себе такие возможности по продажам, какие они могли бы… Ну, представьте, что не было бы сейчас торговых сетей, где бы мы имели возможность с легкостью закупаться. И технологии магазиностроения, технологии автоматизации сейчас в российском ритейле наиболее продвинутые среди мирового ритейла. Почему? Ну, потому что наши умеют быстро подстраиваться. И за 30 лет, что развивается российский ритейл, конечно, у нас была возможность очень много изменений внести. И, наверное, чего нам в какой-то мере где-то не хватает, это именно чтобы потребитель был более разборчив и желал больше интересных продуктов. Потому что у многих потребителей все-таки более-менее одинаковая матрица потребления. То есть мы понимаем, что когда ты прилетаешь в Германию, у человека на столе нормальным является несколько видов хлеба, несколько видов сыра на завтраке. У нас этого нет. И вот только по этой причине мы не видим, может быть, ну и, конечно же, не только этим. Потребительский кошелек тоже есть сложности. Но об этом я тоже скажу. Вы знаете, я вот здесь построила таким образом слайды, что про некий момент и что я вижу для поставщика товаров. Вот в ответ на то, что технологии ритейла сейчас очень сильно развиваются, вам важно соответствовать. И на самом деле у нас будут, когда выступления, вы увидите, насколько сейчас важно обладать информацией и уметь ее воспринимать для того, чтобы использовать ее для своих нужд. Соответственно, вот тонкая настройка совместных процессов – это то, куда многие федеральные игроки уже ушли сильно далеко. И еще такой момент. Мы много пишем на сайте. Я обращу внимание на некоторые статьи. Олег Пономарев у нас буквально в январе вышел материал. Это вот изучайте эти интервью для того, чтобы вы погружались все-таки в текущее состояние ритейла и для того, чтобы было о чем говорить с ритейлером, а не только о своих поставках. Это тоже важно, потому что вы там будете находить какие-то свои важные моменты для того, чтобы находить вот те точки соприкосновения дополнительные, которые вы, может быть, здесь и сейчас не видите. Куда они, чем они живут, куда они стремятся – об этом в том числе наших интервью. Еще одно интервью в рамках экспедиции мы брали у Дмитрия Алексеева из ДНС. Это, кстати, одно из самых популярных интервью оказалось. Тоже обращу внимание на него, потому что есть интересные моменты, которые стоит поделиться. Что еще? В России появляются новые сети. Да, много селья непоглощений, да, много историй, когда у нас уходят ритейлеры, вроде как с российского рынка в силу различных причин, но новые сети есть, и они интересны. Вот одна из тех, которых я обратила внимание, это «Жизнь Март». Буквально на этой неделе мы встречаемся с коллегами «Фермер Центр», «Калин Малина», различные такие сети, которые вроде как не очевидно, что к ним можно обращаться. Но, как показывает практика, вот если вы сейчас список, вот ради интереса посмотрите этот список, вообще, насколько вы знаете этот региональный ритейл. Очень многие вообще его не знают. Почему? Да потому что вы знаете «Х5», вы знаете «Магнит», вы знаете самые крупные федеральные сети, пытаясь здесь туда попасть, а по большому счету зачастую именно вашего товара ждут в региональном ритейле. Но как-то фокус внимания, очень хочется большого ритейла, да, вот такого. «Жизнь Март», кстати, очень любопытная, рекомендую. И если вы еще не подписаны на телеграм-канал retail.ru, вот здесь штрих-код, этот штрих-код у нас находится на книжке, подпишитесь. Я буду рада, если мы к концу этой недели будем иметь 11 тысяч подписчиков в нашем канале, потому что вот на вчерашний день я смотрела, у нас было 10 тысяч 800 с чем-то. Перевалили мы эту же циферку. Так что я буду рада, если вы ранее не были подписаны, то подпишитесь и будете периодически новости от нас получать. Что еще по поводу конкуренции? Понятно, что конкуренция усиливается. Вы знаете, на самом деле из года в год, вот я 18 лет работаю на сайте retail.ru, и когда-то я просто была слушателем этих конференций, сейчас я модератор-продюсер, да, но вот это слово конкуренция усиливается, вот это слово сочетание, оно из года в год, из полугодия в полугодия, в разных мероприятиях, эта фраза так или иначе будет существовать. Да, конкуренция усиливается, но на фоне конкуренции усиливается, у нас всегда появляются какие-то возможности, в том случае, если вы знаете, какой стратегией вы обладаете, и к чему вы хотите прийти. Вот, в частности, я обращу внимание на видео из Кемерово, Сергея Вилкова. Кемерово – один из самых сложных регионов, там есть все ритейлеры, и при этом Бегемаг успешно находит возможности развиваться. И, вы знаете, мне как покупателю там было интересно в самой сети, у них очень интересная тема готовой еды также, у них сейчас комбинат питания запущен, об этом, кстати, тоже есть на сайте выпуск, так что изучайте. И вот, да, знаете, всегда ли федеральный игрок должен иметь более интересную цену, вот на эту тему всегда у нас разговор с региональным ритейлом стоит, и на самом деле это та тема, которая, знаете, я все время наблюдаю вот все эти годы, как только новый федеральный игрок приходит в какой-то регион, почему-то к нему выстраиваются очереди из поставщиков с лучшими ценами, и таким образом подводят своих же долгих партнеров, которым ничего не остается, как действительно пытаться выходить в эту жуткую конкурентную ситуацию, и вы таким образом теряете одного за другим партнеров на своем рынке в желании куда-то выйти из своего региона за счет федерального игрока. Будьте аккуратны с такими резкими изменениями, потому что это не всегда на руку вам, как по стычкам идет. Фокус на дискаунтеры. Ну, я понимаю, что здесь я тоже нисколько не уникальна в своем выводе. Мы, вот здесь вот как раз выложена статья о дискаунтере Сибири, как они устроены, чем отличаются друг от друга, более того, скажу, ключевой момент. Вот реально форматы стратегии управления дискаунтерами очень сильно отличаются от региона к региону. И вы знаете, когда вы разобрались вроде как в дискаунтере, как формате, и пытаетесь как кальку это применять на других регионах, нет, это не получается. На Дальнем Востоке совершенно другие дискаунтеры. Они большие, у них на несколько позиций, ну, у них на несколько покупательских ожиданий как бы решается задача в категории, в полке. У них широкая матрица, как ни странно. Но вот по-другому устроено. Более того, на Дальнем Востоке еще от региона, от района к району очень сильно отличается покупательское поведение. И это к вопросу о том, что когда вы выходите на новые регионы, да, нужно делать новую аналитику и подготавливаться. Ну и стратегии, конечно, позиционирования продукта. Нельзя выходить в дискаунтеры с тем же продуктом, если вы прям не хотите подвести свой же продукт, который работает на ценностном, да, каком-то позиционировании. Будьте внимательны к таким вещам. Не пытайтесь заработать с легкостью, войдя, там, не знаю, в пресловутый светофор, потому что вы можете сильно подвести себе потом продажи в других сетях, в других направлениях. Поэтому здесь надо очень аккуратно строить стратегии. Ну и, конечно, в прохождении проекта с СТМ. Сегодня, по-моему, сегодня параллельно с нашим мероприятием будет еще секция по СТМ. Но я просто к тому, что это тема, которую нужно внимательно смотреть. Так, ну вот, кстати говоря, у нас буквально вчера вышел материал, фоторепортаж из дискаунтера «Близкий». Сегодня коммерческий директор данного дискаунтера будет у нас на сессии. И отдельно отмечу, что 19 апреля в рамках мероприятия «Рителтех», где для FMCG-сектора бесплатного участия, вот по QR-коду вы сможете зарегистрироваться туда, мы будем тему дисконсеризации в России поднимать. Вообще отмечу, для тех, кто занимается поставками, вам на этом мероприятии стоит быть 19 и 20 числа, потому что 20 числа у нас там будет большая часть по категоринному менеджменту, по СТМ, поэтому вам там точно есть смысл быть. Там же еще в Marketplace большой блок будет. Воспитывать своего покупателя. Вы знаете, это отдельное мое удовольствие. Я про Добрянку не устаю. Кто был в Добрянке? О, ура! Да-да-да! Ну, вот у меня там оператор сейчас, Ярослав, стоит. Он отдельную историю прочувствовал, что такое продираться с видеокамерой в пятницу через Добрянку. Феноменальный проект, но на самом деле во время поездки мы такие феноменальные... Ну, это, наверное, самый яркий проект, который мы сейчас в региональном ритейле, вообще в российском ритейле мы можем обозначить. За вдохновением, ребята, ездим туда. Вот за вдохновением. Новосибирск, Академгородок, либо... Ну, у них там несколько всего лишь проектов, но это вот, знаете, это вот гордость за Россию берет, и за коллег, которые вот... Евгения и Виталий Насаленко, которые развивают данный проект. Это потрясающе. Это что-то невероятное. Это действительно вдохновение, за которым точно хочется возвращаться. И отмечу еще Броско-маркет, Бахетле, который Барнаул-Новосибирск, который держит также Виталий Насаленко. И Рэми Сити, Калина Малина, первосемейный. Вот первосемейный, отмечу, вот Южный Сахалинск. Первосемейный – это местная сеть, с которой всего, по-моему, 16 или 17 магазинов. Они под себя потребителя воспитали. То есть, условно, хлеб, который они производят, привыкли есть местные потребители. И вот это интересный тоже момент, на который стоит обратить внимание. И, конечно, находить правильную интеграцию в таких проектах – это непростая задача. И работать с высокой добавленной стоимостью, ну, этим не все умеют заниматься сейчас, но я считаю, что это одна из таких амбиций, которая должна быть у поставщиков, у производителей. И уникальность покупателей от региона к региону – общее стремление к экономии. Но очень сильно… Вот кто был на Дальнем Востоке, наверняка для себя там отметил, яйца в основной массе продаются все-таки еще в холодильных горках. То есть, там нет такого, что выставлено около. Сырки для них нормой является, что продаются из морозилки. Для нас это не норма, правда же? И вот таких вот особенных моментов, которых мы с вами не знаем из-за того, что мы находимся и в основном присутствуем в своем регионе, конечно, стоит доверять рекомендациям категорийных менеджеров сетей, но если вы не доверяете, то должны изучить и предложить свою какую-то конкретную задачу, конкретную программу, как вы будете свой продукт продвигать. Кстати, вот здесь в качестве примера, вот мелона – это корейское, если я не ошибаюсь, мороженое, без которого вообще полку нельзя нормальную создать, мороженого в дальневосточном ритейле. То есть, условно, если нет мелоны, то это как бы вопрос к ритейлеру. Как это так? Вот, ну, вопрос об особенностях. Да, информационный след экспедиции мы на сайте создаем. Уже более 60 материалов. Найдите возможность для себя действительно погрузиться в эту информационную такую ленту. Мы создаем это для того, чтобы вы погружались в разнообразие российского ритейла. И еще один момент, который вот этот, наверное, слайд для меня важен. Вы знаете, вот есть некоторые книги, которые у нас на стенде, но у нас здесь во время перерыва девочки будут с книгами. Вы знаете, вот две книги. «Успешный путь торговой сети», обращу внимание, если не изучали, прочитайте. Это сильно снимает большое количество вопросов, которые вам могли, могут помочь. И самое большое количество просмотров у нас на сайте, у статьи «7 простых шагов по подготовке коммерческого предложения в сеть». Миллион четыреста семьдесят пять тысяч просмотров. Делаю тоже на нее ссылку. Изучите. Там достаточно прозрачно и понятно, потому что это вот прищево языце касаемо. Перечислять восемь пунктов, которые касаемо вопросов, я не буду. Все презентации вам будут доступны в дальнейшем. По экспедиции мы начинаем готовить следующую поездку. То есть у нас предполагается в сторону по Волге прокатиться в разных ее вариациях. Надеюсь, что мы еще и на север успеем доехать. Ну, по крайней мере, такие предварительные планы есть. Так что, если у вас какие-то появляются по этому поводу амбиции, желания и стать партнером, присоединиться к нашему проекту, welcome, приглашаем. Продолжение следует...